Всем привет дорогие друзья! Зацените какую погодную станцию я себе приобрел. Эта станция показывает температуру в вашем доме, на улице с помощью беспроводного датчика. Показывает прогноз погоды на 4 дня и за этими показаниями можно следить через свой смартфон из любой точки мира, где есть интернет. Если вам это интересно, усаживайтесь поудобнее, сейчас все подробно расскажу и покажу как это работает. Заказал я ее на Алиэкспресс, ссылка конечно же находится в описании под этим видео. Там еще есть вторая ссылка, которая ведет на другие модели таких метеостанций. Пришла станция вот в такой коробке, в которой находится инструкция, не на русском языке. Также краткое руководство по подключению и настройке Wi-Fi, тоже не на русском, но здесь по картинкам все понятно. Дальше сама метеостанция, наружный датчик и блок питания для станции. Для начала работы нужно настроить Wi-Fi соединение. Для этого берем краткое руководство и сканируем QR-код. Так как у меня Android, я выбираю соответствующий код. Меня перекинуло в Play Market и я просто скачиваю это приложение. После того, как приложение установится, нужно открыть его и зарегистрироваться. Регистрация здесь стандартная. Вводите свой e-mail, придумываете пароль и подтверждаете регистрацию на почте. Я уже здесь зарегистрирован, поэтому просто вхожу в свой аккаунт. После этого нужно подключить станцию к электросети. И нажать кнопку Wi-Fi. Вот она. На экране устройства должен появиться значок Wi-Fi и буквы AP. Возвращаемся в приложение. Для настройки нужно вывести боковое меню. Для этого нажимаю вот сюда. Выбираю My Device. И нажимаю Reconfiguration. Программа сама определяет ваше местоположение, если у вас включен GPS. Дальше жмем Next. Выбираем модель. Она находится на обратной стороне метеостанции. Я, соответственно, выбираю W003. Так. А, вот сейчас нужно было включить метеостанцию. Я немного подзабыл, прошу прощения. Ну, в принципе, можно и так. Ладно, она у нас уже включена. Ну, допустим, я сейчас ее включил. И нажимаю дальше. Теперь нужно подключиться к Wi-Fi. Выбираете свое устройство и вводите пароль. Дальше идет автоматическая настройка. На экране устройства должны замигать буквы AP. После чего должны отобразиться все данные и замигать значок Wi-Fi. Здесь нужно подождать некоторое время. После успешной установки связи Wi-Fi, время синхронизируется через интернет в зависимости от вашего часового пояса. Об этом свидетельствует этот значок в углу, буква Е. Дата, конечно же, тоже выставится сама. Также через интернет доступна такая информация. В этом блоке графически изображена сегодняшняя погода. Солнечно, облачно, снег, дождь и так далее. Тут визуально все понятно. Падают снежинки, значит снег. Подсвеченный молнии, значит гроза. Сейчас, видите, показывает, что идет дождь. И за окном действительно моросит небольшой дождь. Внизу блок с погодой на ближайшие 4 дня. Тут тоже показаны осадки, а также температура днем и ночью. В этом блоке, в верхнем углу справа, указана температура на улице по ощущениям. Ну, с расчетом на ветер, влажность и так далее. Ниже блок показывает направление ветра, скорость ветра и давление. Два блока посередине уже показывают данные непосредственно с устройства. То есть для них подключение к интернету не требуется. В нижнем блоке можно наблюдать температуру и влажность в квартире. То есть с датчика в самом устройстве. А в верхнем блоке отображается температура и влажность с беспроводного датчика. Который вы можете поместить, куда вам нужно. Мой, например, находится на балконе. О нем чуть позже расскажу. Также в этом окне отображается подключение к сети Wi-Fi и подключение к беспроводному датчику. Число 1 говорит, что это первый датчик. А их можно подключить 3. Например, на улице, в гараже и еще где-нибудь. Теперь давайте покажу по управлению. Сбоку есть кнопки, с помощью которых можно осуществлять настройки. Самая верхняя кнопка отвечает за яркость подсветки экрана. Однократными нажатиями можно делать ярче или вовсе выключить ее. Если зажать эту кнопку на 2-3 секунды, то включится режим настроек даты, времени и отображения единиц измерений. Видите, сейчас замигал значок градусов. Этими стрелками можно выбирать доступный вариант, Фаренгейт или Цельсий. Чтобы перейти к следующему параметру, нужно нажать верхнюю кнопку. Теперь можем выбирать, в каких единицах измерения отображать давление. Тоже переключать стрелками. Дальше отображение скорости ветра, в километрах или в милях. Потом идет настройка времени и даты, но так как время синхронизировано с интернетом, в этом нет необходимости. Единственное, что можно выбрать формат времени, 12 или 24-часовой. Еще здесь можно выбрать язык, ну чтобы дни недели отображались на русском языке. Это очень классно и удобно. Дальше эта кнопка. По рисунку понятно, что здесь можно выставить будильник. Ну тут думаю все понятно. Также стрелочками выставляете время звонка. Часы, минуты. А это периодичность повтора. Только чтобы будильник заработал, его нужно включить этим переключателем в нижней части. Если не заходить в режим настроек, стрелкой вверх можно переключать датчики. Как я уже сказал, их можно подключить три. Эта стрелка круговая говорит о том, что датчики будут сами переключаться по кругу. Этой кнопкой можно смотреть максимальные или минимальные значения показаний. Еще одна кнопка есть вверху, которая отвечает за два действия. Или это две кнопки. Ну тут просто сенсорная кнопка и непонятно, одна это или две. Ну в общем, прикосновением сюда можно отключить будильник. Ну то есть удобно, не нужно нащупывать кнопку. Просто прикоснулся ладонью сверху и все, будильник отключился. Также это включает подсветку экрана, если она выключена или слабая. С обратной стороны есть подножки, с помощью которых можно поставить на стол. Либо повесить на стену, для этого тоже есть крепление. Также здесь есть разъем для блока питания и USB. Даже не знаю зачем здесь USB, можно телефон типа заряжать. Также есть отсек для батареек, но они нужны только как вспомогательные. На случай, если отключится свет, станция продолжит работать от батареек. Кстати, если устройство выключить, а потом включить, то настройки интернета не нужно настраивать заново. Все сохранится и продолжит работать в прежнем режиме. Единственное, что сбросится, это язык отображения дней недели. Его нужно будет снова настроить. Теперь, что касается правильности показаний. У меня есть один единственный способ это проверить. Я положил рядом со станцией обычный термометр и оставил на некоторое время. Ну и как видите, показания почти совпадают. На градуснике 23,5 градуса, ну может 23,6. Ну и на станции, как видите, 23,4. Ну и небольшая разница есть. Также я оставил этот термометр на улице рядом с датчиком. Сейчас я их принесу. Видите, на датчике 9,2 градуса. А на градуснике 9 ровно. Ну разница 0,2 градуса. Я думаю, такая погрешность допустима. Я перед записью этого обзора регулярно сравнил температуру таким образом. И различия, в принципе, всегда совпадали. Иногда была разница, но не больше 0,3 градуса. Так что вот так. Теперь расскажу про датчик. На нем есть дисплей, на котором также можно видеть температуру и влажность. И под каким номером этот датчик. Красная лампочка, видите, замигала. Это передача сигнала на станцию, если я правильно понял. Он работает от обычных пальчиковых батареек. И здесь есть три кнопки. Этой можно выставить, в каких единицах отображать градусы. Это посылает сигнал передачи данных на станцию. А этим переключателем указываем, по какому каналу будет работать датчик. Датчик хоть и приспособлен для улицы. Однако, мне кажется, если будет сильный дождь, то в воде есть где просочиться вовнутрь. Так что лучше сделать для него какой-нибудь защитный козырек. Это, кстати, минус. Можно было сделать датчик более влагозащищенным. Тем более, что он предназначен для улицы. Минимальная температура, которая выдерживает датчик, минус 40 градусов. Не знаю, насколько это так. Проверить не было возможности. Минимальная температура, которая была этой зимой, 19 градусов. Но при этой температуре датчик работал нормально. И напоследок расскажу о приложении. Это, в принципе, была главная причина, по которой я взял метеостанцию с Wi-Fi. Мне не так нужно было знать прогноз погоды, как иметь возможность знать температуру в доме удаленно. То есть, через это приложение. В принципе, здесь отображается вся информация, что и на самом устройстве. Это температура в доме. Здесь можно видеть данные с датчиков. Дальше прогноз погоды, скорость ветра, время, давление. В настройках можно выставить единицы измерения температуры, давления и скорости ветра. Здесь можно поменять пароль. Ну а здесь можно задать свое местоположение. Или если поменяли пароль Wi-Fi, то переподключиться. Для этого нужно сделать действие по подключению, которое я показывал ранее. Нажав сюда, можно увидеть график температуры. Может, кому-то это будет полезным. И есть полезная функция, которая предупреждает, что температура или влажность вышли за пределы нормы. Для этого нужно нажать на зеленый восклицательный знак. И здесь можно выставить минимальное и максимальное значение. Если температура опустится или поднимется выше заданных вами значений, то появится вот такое предупреждение. Я считаю, это очень полезная функция. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Подведя итог, могу сказать, что я доволен этой мини-погодной станции. Все работает без глюков и сбоев. Единственный недостаток, это, как я уже сказал, негерметичный внешний датчик. И еще меня смутил тот факт, что на станции нет названия фирмы. Хотя на сайте, на картинке есть название Feng Zhu. Сразу понятно, что это копия или подделка. Ну, в общем, это явно ненормально. Это, конечно, меня огорчило, но станция работает у меня уже 4 месяца без проблем. Так что, если и подделка, то вроде нормального качества. Да, и смотрел в отзывах, покупатели выкладывают фото этой станции. И у одних она с логотипом фирмы, а у других нет. Очень странно. Ну, мое дело вас предупредить и рассказать об этом. Рассказал все, как есть. В общем, если остались вопросы, задавайте в комментариях. Постараюсь всем ответить. Желаю вам хорошей погоды. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok